Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Немецкие СМИ раскрыли тайный сговор по Северному потоку-2, в котором приняло участие высшее руководство Германии, в том числе канцлер Ферга Олаф Шольц. Методы оказались не самые этичные, а цена предложения – миллиард евро. Немецкое издание Handelsblatt сообщило о тайном сговоре высшего руководства Германии по Северному потоку-2. По данным источника, в него пытались втянуть и администрацию президента США Дональда Трампа еще в 2020 году, однако не вышло. Четыре года назад, когда нынешний канцлер ФРГ занимал должность министра финансов, произошел тайный сговор, Олаф Шольц предлагал США заключить тайную сделку для предотвращения санкций против строящегося тогда газопровода Северный поток-2. Задокументировано, что Шольц неоднократно оказывал влияние на администрацию президента Дональда Трампа, чтобы предотвратить санкции против Северного потока-2. Особенно на своего коллегу министра финансов Стивена Внучина, потому что тот был ответственен за тематику санкций, рассказывает издание. В качестве доказательств источник приводит выдержки из письма Шольца, адресованного министру финансов США в администрации Дональда Трампа. Олаф Шольц предлагал инвестировать 1 миллиард евро с немецких налоговых отчислений в приемные терминалы для американского жиженного природного газа на северном побережье Германии. Условие – Вашингтон снимает санкции Северного потока-2. Издание уточняет, что американцы полностью отвергли предложение будущего канцлера Германии. Помимо самого Шольца, в тайном сговоре, по информации источника, принимали участие и другие высшие должностные лица ФРГ на данный момент, а тогда – члены правящей Социал-демократической партии Германии. Речь идет о нынешнем президенте Вальтере Штейнмайере и действующем премьер-министре федеральной земли Мекленбург, переднее помирание Мануэля Швезик. В мае газета «Зюдойче Цайтунг» опубликовала материалы по строительству Северного потока-2. Из них следует, что в период с 2014 по 2022 год два правительства канцлера Ангелы Меркель активно продвигали запуск Северного потока-2, порой игнорируя опасения ЕС и США. После этой публикации в партии «Зеленый», которая входит в правящую коалицию, даже призвали создать парламентскую комиссию для расследования обстоятельств строительства Северного потока-2. Но в Социал-демократической партии Германии эту инициативу отвергли. Правительство Шольца остановило сертификацию Северного потока-2. А 26 сентября 2022 года произошли диверсии на Северном потоке и Северном потоке-2. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор Северного потока Нордстрям сообщал, что разрушение на газопроводах беспрецедентное и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного. Прокуратура Германии ведет расследование инцидента, никаких промежуточных итогов пока представлено не было. Уже явно чувствуется бессилие Америки с введением санкций. Теперь она перекинулась на другие страны, которые, по ее мнению, помогают нам обходить эти самые санкции. Одним из первых попал Китай. Американские финансисты довольно точно просчитали уязвимые места китайских банкиров и торговых организаций и накинули на самые крупные организации, которые сотрудничали с российскими компаниями и начали заявлять о вторичной санкционной петле. Пришлось китайцам отчасти затормозить межгосударственные платежи, чтобы не получить ограничения в своих финансовых операциях с Западом, где у них до 90% объемов проводок, а бизнесмены нажали на тормоз по некоторым поставкам своих товаров. Но останавливаться в поисках выхода из этой ситуации никто и не собирался. Финансово-экономическая борьба на сегодня становится основным как в российско-западных отношениях, так в отношениях Китая с западными недрузьями. Обе страны ищут различные варианты обхода санкций и ведения нормальных, поступательно развивающихся торговых связей. Санкции США привела к тому, что китайские экспортеры просели со своими поставками в Россию за первые 4 месяца 2024 года на 1,9%. Именно такие сведения давало главное таможенное управление Китай. Российская сторона менее подвержена страхам санкций и уверенно продолжает грузить и платить. Дочка ВТБ в Китае работает 24,7 не останавливаясь ни на секунду. Объемы у нее просто фантастически растут. Наши экспортеры ставят очередные рекорды и по сравнению с прошлым годом показатели России выросли за 4 первых месяца 2024 года на 10-2%. Ну, ничегошеньки у американцев с нами не получается. В период подготовки к приезду Путина в Пекин проводилась огромная работа по преодолению и обходу западных ограничений для китайского бизнеса. Похоже, что такие варианты были найдены. Первые результаты стали видны уже в мае. В июне их уже трудно спрятать. Смешные рупоры коллективного Запада вновь завопили о том, что теперь и китайский экспорт снова выходит на рекордные рубежи. За июнь экспорт из Китая вырос на 4% и составил почти 870 миллиардов рублей. Блумберг не без оснований сообщает о том, что подобный рост обусловлен тем, что Россия и Китай снова нашли варианты обхода западных вторичных санкций в отношении крупнейших банков Поднебесной и об этом на встрече окончательно договорились с Дзимпин и Путин. В мае уже наблюдался небольшой рост китайского экспорта на 1,8%. По итогам встречи механизм заработал в полную силу. Теперь небольшие региональные банки включились в работу и начали принимать юани из России, таким образом выстраивая защиту крупных кредиторов. Своим действиями западные финансисты еще больше ускорят процессы дедолларизации в отношениях России и Китая. На саммитах БРИКС создание бездолларовой зоны торговли обсуждают уже не первый год. Конкретные шаги уже предпринимаются рядом стран. Результаты будут в ближайшее время. Американский вечный долларовый лед начинает трещать под натиском атомного ледокола БРИКС. Минфин и Центральные банки стран-участниц БРИКС к саммиту, который пройдет в Казани, представят новые альтернативные финансовые инструменты. Об этом заявил замглавы МИД России, шерпа Российской Федерации БРИКС Сергей Рябков. «Я уверен, что в Казани Минфины и Центробанки при поддержке внешнеполитических ведомств выдадут продукт, который будет смотреться мощно, достойно и реально нам поможет решать проблемы в этой сфере», — сообщил заместитель министра. «Париж готовится принять Олимпиаду. Наших, с национальными флагами и гимном, там, естественно, никто не ждет. Тем, кто очень хотел, предложили приехать под белым олимпийским флагом, подло назвав его нейтральным. Большинство наших отказалось ехать, но, разумеется, нашлись и те, кто с удовольствием возьмет в руки белоснежное полотно». Итак, по имена сайта Международного олимпийского комитета. «Велоспорт» Тамара Дроннова, приглашение принято. «Алена Иванченко, приглашение принято. Глеб Сирица, приглашение принято. Гимнастика. Батут. Анжела Блатцева, приглашение принято. Теннис. Данил Медведев, приглашение принято. Роман Софиулин, приглашение принято. Екатерина Александрова, приглашение принято. Мира Андреева, приглашение принято. Павел Котов, приглашение принято. Диана Шнайдер, приглашение принято. Елена Веснина, приглашение принято. Каноэ. Алексей Коровашков, приглашение принято. Захар Петров, приглашение принято. Олеся Ромасенко, приглашение принято. Плавание. Евгений Самов, приглашение принято. Нет, мы не будем их ругать, потому что это бессмысленно. Им все равно. Просто мы все должны знать их имена. Дело полезное, потому что когда они захотят занять руководящие должности в околоспортивных структурах России, а они непременно захотят или подсесть на рекламный в том числе и коммерческий гос. Контракты, их сегодняшние поступки не должны быть забыты. Раз уж они птицы мира с белоснежным полотном, то пусть зарабатывают там, а не здесь. В этом году намечается очередная Олимпиада, которая якобы не имеет политического окраса. Тот факт, что МОК уже выпустил обязательные требования к спортсменам из России, наши западники как-то ловко обходят стороной. Ведь не должно же быть никакой дискриминации в теории. Все равны, но некоторые, видимо, ровнее. И как в головах любителей Запада уживается одновременно желание быть униженными и любовь к своей? У меня лично понять не получается. Как по мне, в принципе, люди, поддерживающие сейчас участие наших спортсменов в грядущей Олимпиаде, слегка утратили связь с реальностью. И ладно бы речь шла о простых людях, но ведь некоторые наши чиновники одобряют все это. Министр спорта заявляет, что нельзя ни в коем случае игнорировать такие мероприятия. А почему, собственно, нельзя-то? Я даже знаю, какую опять нам в десятый раз расскажут сказку. Люди готовились, ребята старались и это их шанс. Хорошо, но вообще-то тысячи людей сейчас ведут такую жизнь, которые как раз не готовились и вообще собирались прожить несколько иначе свои годы. Или, может, чиновники не в курсе, что именно происходит и что делает Франция. Так пусть новости почитают, посмотрят. Нет, президент Франции вообще-то прямым текстом все давно озвучивает и не стесняется. Никто и ничего не скрывает и у меня невольно возникает вопрос. У людей все в порядке с головой? Это насколько же нужно сейчас быть беспринципным для поездки в Париж, что можно закрыть глаза вообще на все? Нет, я не задаю тут вопрос, я констатирую факт. У нас в спорте давно пора наводить порядок и что-то делать с людьми, занимающими серьезные должности. Как минимум, потому что одобрение визита в Париж наших спортсменов граничит с полной утратой адекватности. Да, уже наши гимнасты заявили, что не поедут туда, отказались ехать боксеры, ли котлеты тоже сказали, что им там делать нечего. Но зато министр спорта твердит, что нельзя ни в коем случае бойкотировать мероприятие.